Глава Чувашии Михаил Игнатьев подписал указ о дополнительных мерах по повышению качества жизни населения Чувашской Республики. На его реализацию предлагается выделить в 2020 году в общей сложности около 3,5 миллиардов рублей. Документ определяет приоритетное направление развития региона на будущий год. Главой Чувашской Республики принято решение направить дополнительные средства на образование, на то, чтобы создать условия, чтобы наши дети занимались в современных прекрасных зданиях, в которых можно реализовать современные цифровые образовательные технологии. В первую очередь средства будут направлены на капитальный ремонт учреждений, школ, износ которых составляет 50 и более процентов. Долгое время мы занимались обеспечением доступности дошкольного образования. За последние годы построено около 50 дошкольных образовательных учреждений. И в рамках этого указа впервые направляют средства на то, чтобы провести капитальный ремонт дошкольных образовательных учреждений. Кроме того, направляют средства на то, чтобы создать условия для летней занятости и отдыха наших учащихся. То есть получат средства на укрепление материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных лагерей. И очень важное направление в рамках реализации этого указа – это создание условий для здоровьезберегающей среды, учащихся начальных классов. То есть в рамках указа все участники, обучающиеся начального звена, получат современную мебель в 2020 году. Мы действительно сейчас строим отличные спортивные комплексы. Строится новая школа с плавательными бассейнами. Но в то же время у нас накопилось много проблем – это с теми зданиями, школами, детскими садами, которые были построены 30-40 лет назад. И поставлена задача – вот эти средства, 1 миллиард 200 миллионов рублей, которые направляются на образование, направить в первую очередь на те проблемные школы, которые требуют ремонта. Тот миллиард денег, денежных средств, которые направляются на здравоохранение, направить в первую очередь на те учреждения здравоохранения, где сделать, скажем, условия труда для врачей, для посетителей, для больных, сделать более комфортными и хорошими. Средства, которые направляются на культуру и на спорт – это развитие инфраструктуры. Задача какая? Сделать, чтобы жителям было больше возможностей заниматься физической культурой, спортом. И надеясь, что все те подрядные организации, что те люди, которые выполняют проекты, те люди, которые будут исполнять эти проекты, что они будут хорошими, качественными. Все то, что заложено в указе главы Чувашской республики. Этот дополнительный указ будет стимулировать нас, органы местного управления, для выполнения поставленных задач. Ведь данный указ затрагивает многие отрасли нашей экономики и, в первую очередь, нашей бюджетной сферы. Я переведу на себя. Хочу сказать, что, например, в рамках реализации указа в Порецком районе по строке образования начала ремонтироваться в этом году, в 2019 году школа Анастасской с 50% износом. Она завершена в следующем году. И еще одна школа, Наполинская, тоже по этому указу, благодаря вот этим дополнительным средствам, будет включаться в эту программу. Также по разделу культура очень много делается и, в том числе, будет приобретаться необходимое оборудование для наших культурных учреждений. По здравоохранению давно уже мечтает Поречане, чтобы центральная больница имела свою котельную.